Уже около 20 самых далеких квазаров во Вселенной обнаружил уникальный полутораметровый российско-турецкий телескоп Казанского университета РТТ-150, оказывающий наземную поддержку Рентгеновской космической обсерватории спектр Рентген-Гамма. Среди обнаруженных объектов квазары, находящиеся на красном смещении Z равный 4,23 и Z равный 4,83. В России наш телескоп, он второй по своим возможностям наблюдать такие далекие источники. Ну, первым, естественно, является наш флагман 6-метровый телескоп Российской Академии Наук. Но вот среди университетских телескопов наш телескоп обладает такими возможностями получать спектры самых далеких, удаленных объектов нашей Вселенной, которыми являются квазары. Квазары – это наша Вселенная, когда ее возраст был около 1 миллиарда, так называемое детство. Наблюдая такие источники, можно понять, какой была Вселенная, когда она только родилась и начала свою жизнь. Сейчас ее возраст почти 14 миллиардов лет. Понять, как проходила эволюция Вселенной – одна из главных задач обсерватории спектр РГ. С участием почетного профессора Казанского университета, академика Рашида Синяева и профессора-консультанта вуза Марата Гельфанова, в 2020 году построена первая рентгеновская карта неба, собравшая в себе около миллиона источников. Невозможно физически пронаблюдать эти миллионы источников, поэтому группа Рашида Лича Синяева специально ищет среди этих миллионов источников наиболее интересные объекты. Список этих объектов передается сотрудникам Казанского университета, которые уже более детально распознают объект и его физические параметры, наблюдая эти источники в оптическом диапазоне с помощью телескопа РТТ-150. Важно, что о самых свежих результатах этих исследований сразу же рассказывается на лекциях студентам-астрономам Казанского университета. Так какой же была молодая Вселенная? Чтобы понять это, необходимо дождаться построения обсерватории полной детальной карты неба, состоящей из восьми сканов. Каждый день Земля движется вокруг Солнца, смещается в один градус, а спутник находится на расстоянии полтора миллиона километров от Земли и вращается вокруг Солнца вместе с Землей. Получается поэтому каждые сутки один скан, один градус, потом смещается второй скан. И вот так за полгода получается скан всего неба. Вот сейчас уже обсерватория СРГ сделала полтора скана, один полный скан, и еще сейчас заканчивается второй скан. Узнать о том, какой же была Вселенная миллиарды лет назад, мы сможем лишь через несколько лет, когда спектр рентген-гамма завершит составление полной карты рентгеновского неба. Диана Желенкова, Леонард Влетьяров, Универ Ньюс. Продолжение следует...